Это отголоски пожара, который начался во вторник во второй половине дня. У нас вчера примерно в 17.00 произошло возгорание в 55-м квартале русском лесничества леса. Мы оперативно выехали туда и приняли меры к тушению данного пожара. Мы сделали опашку всего того квартала. На сегодняшний день у нас ситуация пожара локализована. Сейчас проводим работы, тушим пеньки и тот бурелом, который валяется, мы все на сегодняшний день тушим. И еще немножко нужно жителям потерпеть. В ближайшее время мы все это ликвидируем. Пожар в лесу – это большая беда. Страшно, что причина бедствия – неразивые люди, которые не желают слышать увещеваний. Площадь данного пожара у нас 2,2. Вчера вечером поздно было обнаружено, вчера же локализовано. Сегодня уже ликвидировано. Причины возгорания, как уже мы видели, это, конечно же, население устраивали здесь. Какой-то привал, ночлегли. Вот такие вот устройства. Дымовые, огневые шашки были обнаружены на месте пожара. И причины данного возгорания у нас нет никаких сомнений, конечно, что это население. Тут как бы все видно. Сделана опашка. Минерализованные полосы не дали низовому пожару перейти в Верховой. Как сообщили сотрудники Меликесского лесничества, ущерба нет. Потому что ликвидация ЧП началась оперативно. В тушение огня приняли участие две пожарные машины лесопожарной станции «Арендаторы земель» и плюс 8 человек. В среду утром жители западного района жаловались на смог, который повис над соцгородом ранним утром. В районе Вряндина горит лес. Это первый момент. Второй момент. Было возгорание где-то в районе дачного поселка лесного массива. Они его опахали. Но тление, соответственно, было. И эта дымка повисла над соцгородом. Плюс, грубо говоря, с мебельной фабрики еще. Объясняют ЕДДС на 7 утра, что вероятность пороза ветров сюда дымкой скопилась. Марина Антуганова, Виталий Немов. Специально для репортера 73 из Димитровграда.